здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно сделайте это и в этом выпуске мы поговорим о многих интересных вещах этот видео называется краткий справочник аквариумиста хочется начать с одной очень уникальной вещи который называется витом 11 витом 11 стимулирует клеточные и гуморальные факторы иммунитета повышает устойчивость животных и птиц к инфекционным вирусным и бактериальным так называемым агентом является пробиотиком что такое пробиотик пробиотик это микроорганизмы оказывающие полезное воздействие часто в качестве пробиотика выступают полезные бактерии живущие в кишечнике если говорить в общих чертах то бактерии можно поделить вообще на две противоборствующей армии армии так называемых светлых и темных сил если светлыми силами мы называем бактерии способствующие правильному пищеварению и как следствие хорошему иммунитету то бактерии темных сил выделяют вредные для рыб токсины такое противостояние бактерии есть каждом организме и мы люди не исключение как правило полезные бактерии дружно живут с другими видами полезных же бактерий, образуя таким образом различные сообщества. Когда такое происходит, вредным бактериям очень трудно попасть в организм и не более в нем как-либо обосноваться. Теперь давайте перейдем к делу. Что же такое Витом-1.1? Это пробиотик, который активизирует защитные силы иммунитета рыбы. Ну, конечно же, не только рыбы, других тоже животных и приводит он к общему оздоровлению организма. Купить данное средство Витом-1.1 можно, в принципе, в любой ветоаптеке или даже в зоомагазине. Как вариант, его можно дать как корм, но продвинутые аквариумисты делают закваску для того, чтобы увеличить количество полезных бактерий. Другими словами, создают среду для размножения этих самых бактерий с помощью каши для детского питания, охлажденной кипяченой воды и соды для повышения pH. Примерное соотношение на каждые 250-300 грамм воды чайная ложка каждого из ингредиентов. Желательная температура от 18 до 35 градусов. После того, как закваска будет готова, в ней замачивают корма и подают рыбкам. И сейчас попадаются вопросы, можно ли хранить в холодильнике данную смесь, данную закваску или нельзя хранить. Напоминаю, температура воды от 18 до 35 градусов. Теперь хотелось бы проговорить про соль в аквариуме. Мы о ней часто говорим в видео, о которых обсуждается лечение аквариумных рыб. Теперь давайте поговорим о соли подробнее. Соль в аквариуме нужна ли она вообще или нет? Это конечно же животрепещущая тема. У аквариумистов соль в пресноводном аквариуме. Эта тема вызывает и споры. Эта тема затухает и вновь подымается, выпрямив спину. Оттого в разных источниках вы будете наталкиваться на разные точки зрения. В этом видео я расскажу о своей. Начну с того, что соль для аквариумов используют именно поваренную, без примесей и тем более различных специй. Из прошлых видео на нашем канале вы уже узнали, при каких заболеваниях ее применяют. Соль прекрасно помогает при сопролигниозе, костиозе, хилоданилиозе, триходинозе, тетрахименозе, гиродактилезе, дактилогирусе. Все эти болезни вызываются разными эктопаразитами, за исключением, конечно же, сопролигниоза. Это грибковое заболевание и выглядит как белый пух. О нем вы уже слышали в предыдущем видео. На плавниках рыб тоже бывает. В этом сюжете я хочу рассказать про соль в аквариуме не для лечения, а на постоянной основе. Каких рыб солить не стоит. В первую очередь это коридоросы. Также это птерегоплихты, суматранские барбусы и их собратья, молодые лабиринтовые. Тоже соль не очень хорошо любят. Соль не любят растения и беспозвоночные. Большинство других рыб к соли относятся нейтрально, а есть такие, которые наоборот любят солоноватую воду. Например, это боциклоун. Бывают случаи, когда рыбки, которые обычно нейтрально относятся к соли, при ее добавлении завариваются на бок. В таком случае необходимо немедленно сделать подмену воды на свежую и вообще, в принципе, переводить аквариум на подсоленную воду необходимо постепенно. Максимально рекомендованная концентрация соли для аквариума на постоянной основе. Как и для лечения, одна столовая ложка на 10 литров. Как переводим рыб? Если вы это делаете впервые, то начните с соляных ванн. То есть, в отдельную емкость налейте отстоявшуюся воду и растворите в ней соль. После этого закидывайте подчередно своих рыб и наблюдаем, что будет происходить. Особенно актуально, если это у вас в аквариуме несколько различных видов, таким образом вы сможете провести анализ переносимости соли и реакцию того или иного вида рыбки на соль. Если все прошло гладко, можно пробовать солить. Начните с чайной ложки соли на каждые 10 литров, постепенно увеличивая дозировку от одной подмены воды к другой. Солоноватая вода помогает профилактировать многие заболевания. В основном эффект соли заключается в воздействии на осморегуляцию. Осморегуляция – это термин, обозначающий физиологический механизм управления количеством соли и воды во внутренних же гостях у рыб. И как видно из названия механизма, сам механизм основан на осмосе. Конечно, солить воду для профилактики способ совковский. Сегодня существует множество специальных кондиционеров для аквариумной воды. Тем не менее, солить воду очень дешевый способ профилактики. Учтите, что соль в воде может незначительно повышать PH. Йод в аквариуме. Разговоры о йоде в аквариуме чаще встречаются у опытных аквариумистов, нежели новичков. Тем не менее, я затрону эту тему в этом видео, ведь моя цель – поделиться с вами своими знаниями и опытом. Нужен йод в аквариуме или нет, вызывает споры, как и тема с солью. Я же утвердительно скажу «да», нужен однозначно. Йод и без нашего вмешательства содержится в воде в достаточном количестве. Правда, есть одно «но». Он выводится из воды и достаточно быстро, поэтому его регулярное внесение необходимо. Логичным вопросом будет, зачем йод нужен рыбкам? На самом деле, йод нужен всем живым организмам в той или иной степени. И мы, люди, не исключение. Йод в организме принимает участие в регуляции. Это энергетический обмен температуры тела, скорости биохимических реакций, обмен белков, жиров и т.д. Кроме того, йод повышает потребление кислорода тканями. А теперь, для большей убедительности в том, нужен ли йод, вообще нужно ли йод добавлять в аквариум или нет, мне хочется вспомнить профессиональное средство «Тетравитал». О нем мы говорили в видео «Бактериальной болезни рыб». Давайте вспомним, что это за средство и для чего оно вообще необходимо. «Тетравитал» обеспечивает рыбкам жизненную энергию и здоровье, а также естественный окрас. «Тетравитал» содержит необходимые витамины, минералы и микроэлементы, характерные для естественной среды обитания. Их содержание в аквариуме со временем уменьшается, а водопроводная вода не способна восполнить потери. Благодаря «Тетравитал» можно создать для рыб практически идеальную естественную среду обитания, где для них будет обеспечены комфортные условия и более яркий окрас. А теперь посмотрим состав этого чудо-средства. Натуральные витамины группы В, магний, пантенол, йод – жизненно важные микроэлементы. «Тетравитал» подходит для любых пресноводных аквариумных рыб. Добавляется по 5 мл «Тетравитал» на 10 л аквариумной воды каждые 4 недели. Хочу добавить и выделить то, что данное средство создано на основе йода. Авторитет компании «Тетра» неоспорим в мире аквариумистики, так как является одной из ведущих производителей в мире по производству различных нужностей для аквариума. Именно поэтому я еще раз утвердительно заявляю о том, что йод действительно необходим, и его нужно добавлять в аквариумную воду регулярно. Единственный и важный момент перед покупкой йода – обратите внимание на его состав. Йод должен быть классический, без добавления различных масел, непонятных солей и прочей нынче модной ерунды. Дозировка йода. Две капли 5% йода растворяют, как правило, в стакане с водой отстоящейся и заливают на каждые 100 литров. Так делают либо через день, либо при подменах воды. Но если при подменах воды, то дозировку, как правило, увеличивают. Белизна. Очень сильно любители аквариумистики пугают слово «белизна» для чистки и дезинфекции аквариума. Сразу появляется куча вопросов, как же так, ведь там хлорка, вся рыба погибнет. Уверяю вас, нет. Белизна очень хорошо помогает при тщательной чистке, которую я рекомендую проводить раз в год. Единственное, что нельзя ни в коем случае обрабатывать, так это древесину и грунт, или гроты, имеющие пористую поверхность. Естественно, такой чисткой с добавлением белизны мы уничтожим все полезные бактерии. Однако, наступают такие моменты, когда, например, грунт и гроты позеленели. Думаю, многим знакома эта беда. Конечно, можно купить новый грот или грунт, а можно обработать белизной, и сейчас я вам расскажу, как правильно это сделать. Опустите 10-литровое ведро, грунт, и залейте его водой. После этого влейте 1 стакан белизны. Как правило, ведро с белизной оставляют на ночь, и уже утром грунт и гроты как новые. Естественно, необходимо тщательно все промыть под проточной водой, после чего можно опускать в аквариум. Часто возникает вопрос, а не облезет ли крашеный грот? Нет. Если их не тереть. Замечу, что многие крашеные гроты, в принципе, легко облезают при любого вида трении, и на это моющие средства не влияют. То есть, даже если достать грот из воды, который простоял в аквариуме около 6 месяцев, и протереть, краска начнет слезать. А вот от зеленого налета хлор действительно отличный помощник. Водка в аквариум. Нет, вы не подумайте, что я хочу опинить рыбку. Налить 100 грамм для профилактики простудных заболеваний или еще что-то в этом духе. Но водку действительно используют в аквариумистике для борьбы с нитритами. Это довольно быстрый и эффективный способ. Этот метод широко используют многие аквариумисты матерые. Давайте перейдем к главному. В чем же тут смысл? Все очень просто. Водка провоцирует вспышку диентрифицирующих бактерий. Это бактерии, которые отлично избавляют аквариум от нитритов. Однако, не вдаваясь глубоко в подробности, поясню, что водка не зарождает болезненные бактерии, а является лишь провокатором и в какой-то степени кормом для них. Рассмотрим дозировку на стандартный 100 литровый аквариум. На работу с таким аквариумом у нас уйдет 3 дня. В первый день мы капаем в аквариум 10 капель водки, то есть 1 капля на 10 литров. На второй день по 2 капли на каждые 10 литров. И в третий день 3 капли на 10 литров аквариумной воды. После чего резко прекращаем носить водку. Возможно, в воде появится бактериальная муть. Это нормально и порой даже хороший знак. На четвертый день огромное количество полезных бактерий накинется на нитриты и избавит ваш аквариум от них. Еще раз подчеркиваю, что данная дозировка идет именно на 100 литров аквариумной воды. Если аквариум больше, то и дней добавления водки должно быть больше. И капель, соответственно, тоже должно быть больше. На этом, в принципе, и все, что я хотел сказать в кратком справочнике аквариумиста. Кому понравилось и кому показалось это видео полезным, ставьте пальцы вверх, ставьте лайки, задавайте кучу вопросов. Будем стараться отвечать на некоторые из вопросов, будем делать видео ответы. А я на этом с вами попрощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова